Анастасия Семенова 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 Ну, опять же, смотря где Если это мюзикл или спектакль Да, а вот если это, например, шоу-импровизация То, ну вот, да, лучше поимпровизировать чуть-чуть Сейчас импровизация, все хорошо Вы попали в проект «Театральный поединок» Да, мы попали в проект «Театральный поединок» Это областной проект Мы прошли несколько отборочных этапов И вот вошли в финальные такие вот испытания, скажем так Забегая немного вперед, когда финал будет? Финал осенью Осенью, хорошо, пригласим в гости Расскажите, как все прошло Что нужно для того, чтобы попасть вообще в этот проект? Что вы сделали, чтобы там оказаться? Ну, первое такое у нас испытание Первое задание – это визитка Видео-визитка Мы отправили видео-визитку Отправили анкету Ну, как бы нашего коллектива Кто мы, откуда, сколько у нас участников Вот, потом получили обратную связь Нам прислали несколько заданий Два задания И мы их записали, там, порепетировали с ребятами Выбрали лучшее видео, которое записали И отправили Вот, и потом получили результаты, что мы вошли вот в число финалистов Как снимали видео-визитку? Что снимали? Видео-визитку снимали на самом деле забавно Не без приключений Рассказывайте Я решила, во-первых, что Ну, вот стандартная актерская видео-визитка Это там, здравствуйте, меня зовут Анастасия Семенова Я актриса Мне там столько-то лет Я закончила ГИТИС и так далее Но это никому уже не интересно Все-таки у нас проект про импровизацию Думаю, надо как-то выделиться Придумать что-то другое Я решила записывать с ребятами, как они занимаются Какие они делают упражнения Где-то я записала какие-то их этюдики Потом я записала тренинги по актерскому мастерству И смонтировала из этого ролик там на одну минуту Вот, ну, естественно, не все, что бы я хотела Вошло в эту видео-визитку Но многие интересные моменты вошли Единственное, что был один такой момент, который Жалко, что он произошел Я заболела перед последним съемочным днем Когда я хотела записать с ребятами новые интересные упражнения На которые я уже рассчитывала И тут у меня ангина, температура 39 И я думаю, ну, ладно, смонтирую то, что есть Что уже удалось записать Но было жалко, потому что были хорошие идеи Ну, Анастасия, не болейте больше Так, смотрите, какие есть правила в импровизации? Есть ли там вообще какие-то правила? Ну, каких-то прописанных, насколько мне известно Если мы говорим про шоу Их нет, естественно, у нас там есть раунды В нашем театральном поединке В проекте, в котором мы участвуем У каждого раунда есть свои правила Но об этом вам, я думаю, попозже расскажет Руководителю театрального поединка Вот, а если говорить в принципе об импровизации То это главное раскрепощение Внимание и воображение И подключение Всегда актерское именно подключение Потому что, ну, если как бы есть и внимание Есть в принципе воображение Но человек, если он сейчас выходит на сцену И в импровизации он должен какой-то там, у него злость Его что-то раздражает А он выходит и говорит только текст, но при этом актерски никак не подключаясь Ну, это неправильно Поэтому все-таки правило подключаться всегда и везде Быть именно в том обстоятельстве, которое вот сейчас Просто я слышал где-то такую вещь, да? Что в импровизации нельзя говорить нет Нельзя говорить нет? Да, если какую-то ситуацию задают, ты говоришь нет А, нет, ну в смысле, что дали задание Ты подумал, говоришь, что нет, я не знаю, как это делать Ну, нет, мне кажется, это неправильно Ладно, понял Как перестать бояться импровизировать и вот вообще импровизации на сцене? Вот хочется, вот мне хочется импровизировать, но я боюсь Как перестать бояться? Есть Подожди, давай, наверное, у Яна спросим для начала Яна, ты же наверняка боялся Ну, импровизировать, ну, может, первые три минуты чуть-чуть, да Ну, потом уже как-то, когда познакомился с самим Михаилом Освоился? Да, освоился А Михаил, прости, это кто? Это наш тренер по актерской импровизации Тоже актер театра и кино Михаил Грищенко Он к нам приезжает И благодаря тому, что мы попали в финал Вот стали среди финалистов этого проекта У нас теперь проходят очень интересные мастер-классы От тренеров по актерской импровизации И вот у нас тренер, вот Михаил, который к нам приезжает И уже провел два занятия с ребятами Трехчасовых А всего планируется три трехчасовых мастер-класса И 15 марта у нас состоится Вот именно в нашем коллективе Такая вот тренировка, скажем так, финала театрального поединка Ребята поделились на две команды У нас будет команда синих, команда красных По пять человек в каждой команде И потом будет, видимо, какой-то у нас победитель Какая-то команда победит Но на самом деле вот эти вот задания сейчас И вот эта тренировка, и вот этот вот финал, который у нас будет, наш внутренний Это дано для того, чтобы мы поняли, кто ребят лучше себя все-таки чувствует в импровизации И кого мы потом вот выберем пять человек, которые поедут именно на финал осенью Что ждете, Анастасия, от проекта «Театральный поединок»? Что ждет? Ну, новых эмоций, новых впечатлений, новых знакомств Ну и потом, ребята, мне кажется, это полезно, когда приезжает какой-то новый человек Когда у них какая-то новая обстановка, да, Ян? Да Да Это всегда интересно и важно Настя, у меня для вас будет, наверное, небольшой, именно для вас, не для Яна, небольшой блиц-опрос Как отвечать, связано это с работой или с чем-то личным, решать только вам Хорошо Я задаю вам вопрос, вы мне быстро отвечаете Готовы? Готовы Поехали Над какой целью работаете сейчас? Так, ну я скажу, что это все-таки связано с работой Естественно, еще больше развиваться в педагогике, но и при этом есть определенный проект, в котором я хотела бы принять участие Не расскажете пока что за проект Пока не расскажу Хорошо, удачи вам Чаще слушайте голос сердца или голос разума? Голос сердца Как выглядит отпуск вашей мечты? И вообще хочется в отпуск? В отпуск хочется, но я честно скажу, я не люблю приехать, прийти на пляж, лечь и лежать Нет, это не мое, я люблю активный отдых, я люблю приехать в Финляндия, Стокгольм, Норвегия Да, на какие-то такие страны, где много природы, много красивых старых каких-то улочек Но для меня важно узнавать что-то новое, новые города, но вот приехать и лежать на море, это не мое Мне главное активный отдых Ян, понимающий, кивает головой, согласен Чем больше всего гордитесь в жизни, Анастасия? Своей семьей Хороший, достойный ответ Без чего вы не можете обойтись ни дня? Без разговоров с близкими людьми Праздник проводить дома или в ресторане? В ресторане Отлично Успех это по вашему везение или работа над собой? Мне кажется, что успех это работа над собой все-таки, но и немножечко везение Ну это как про талант, так же говорят, да, что талант это не самое главное Это самое главное работать много, да, над собой? Ну, талант это еще и, ну да Но человек же может быть талантлив, если он сидит лентяйничает Ну конечно Ничего не будет Зеленый чай или кофе? Зеленый чай Хорошо, здесь солидарен Я кофе кофе не люблю Возникало ли у вас желание начать все с чистого листа? Вы знаете, оно иногда возникает, но в те моменты, когда кажется, что вот сейчас ничего не получается Когда какие-то неудачи может быть в профессии, когда снова какая-то неудача может быть там в каком-то кастинге, в пробах Ты думаешь, а может быть это все-таки не мое, но потом снова начинается какая-то удача Ты работаешь, думаешь, так, нет, стоп, зачем сейчас эти мысли? Это то дело, которое я люблю, это моя жизнь, это то, чему я посвящаю все свое время И почему у меня сейчас должны посещать эти мысли? Я говорю, так все, идем работать Я работаю, снова там иду на кастинг, снова прихожу в театр, снова прихожу на репетицию Я понимаю, насколько мне все это близко, насколько все это мое И снова как-то удачная полоса Снова все удается Анастасия, если бы не эта профессия, чем бы вы могли заниматься? Кулинарное искусство Поваром? Ну, скорее кондитером все-таки А, тортики, точно Тортики, пирожки, булочки, каплики Помню, да, за эфиром мы с вами разговаривали Да Хорошо, спасибо большое Последний вопрос к вам обоим Что можете пожелать нашим зрителям, вашим зрителям, ну и вообще всем людям? Я могу пожелать зрителям, во-первых, идти к своей цели Потому что очень важно любому человеку иметь цель Если человек не имеет какой-то цели в жизни, это неправильно Он, соответственно, как-то ничем не занимается Он существует просто изо дня в день, но ему жизнь не приносит каких-то красок и удовольствия А если у человека есть цель, есть то дело, которое ему близко, тогда жизнь яркая Ян, что ты пожелаешь? Как всегда, все мое отняли Ты тут все то же самое хотел сказать Хорошо, ребят, спасибо большое, что пришли У меня в гостях были ученик детской музыкальной школы Ян Мельченко и актриса театра и кино Педагог по актерскому мастерству и сценической речи Анастасия Семенова Это программа «Открытый диалог» Меня зовут Андрей Лобанов И у меня в гостях в этот раз руководитель проекта актер театра и кино Тренер по актерской импровизации Максим Драченин Максим, добрый день Добрый Кто с тобой пришел? Это наша Люберецкая участница проекта Воспитанница детской музыкальной школы номер два Полина Хрулина Полиночка, здравствуй, тебе тоже Здравствуйте Ребят, говорил с вашими коллегами только что про актерство, про импровизацию Собственно, с вами хочу о том же самом пообщаться Что, Максим, для тебя такое актерство? Как ты давно на сцене, когда первый раз вышел? В общем, тебе слово Ну, у нас же немного времени К сожалению, нет Да, тогда я окончил Новосибирское театральное училище После чего дважды окончил ГИТИС И работаю в Московском театре на Юго-Западе Вот И, собственно говоря, ключевой вопрос Что такое для меня актерское мастерство? Если немного пофилософствовать Наверное, это прежде всего внимание Внимание Так как, собственно Вообще, в принципе, театр – это действие, да? А актерское мастерство – это внимание Но между вниманием и действием Еще много чего лежит Например, смотри Внимание пробуждает воображение Воображение включает чувства, эмоции А эмоция уже подключает действие Но между вниманием и действием Это единовременно, ежесекундно, ежемгновенная работа происходит Вот, собственно И для того, чтобы как минимум Внимание, воображение, эмоцию Свою эмоциональную память И уже начать действие Чтобы это все работало Для этого необходимо научиться, прокачиваться Вот это и есть актерское мастерство Те знания, тот багаж, который мы получаем сначала в театральной студии А потом уже в театральном УЗе Мы только что прослушали краткий курс по актерскому мастерству Экспресс Полина, что для тебя актерское мастерство? Как мне кажется, актерское мастерство – это искусство, во-первых Умение правильно подавать свои эмоции в нужный момент, в нужную секунду И да, актерское мастерство важно Ты чувствуешь спокойней на сцене А импровизация – это уже больше волнение, но это очень интересно Не знаешь, как повернуться в события, что тебе придет в любую секунду в голову Но есть же страх, что может не зайти зрителю то, что ты показываешь, то, что ты импровизируешь Есть, но мне кажется, как-то можно выкрутиться Тем более обычно это и тюны какие-то с импровизацией Есть партнер, который тоже может как-то помогать Как ты борешься с этим страхом? Я не знаю И есть ли он у тебя вообще? Конечно, присутствует, мне кажется, каждый немного переживает перед каким-то событием И да, есть Я не знаю, когда выходишь на сцену, как-то он сам пропадает И просто вникаешь, получаешь какую-то энергию от зрителей И становится спокойней Понятно, спасибо Максим так кивает, понимающий, совсем согласен Просто прям, да, прям хорошо ответил Хорошо, Максим, давай с тобой проговорим про театральный поединок Про проект Ты руководитель проекта Театральный поединок Да, смотри Театральный проект Московский областной проект Театральный поединок Собственно, он включает в себя две программы Образовательная программа Это серия мастер-классов Вот в театральных студиях Детских и молодежных Московской области И вторая Это конкурсная программа Которая проходит в формате театральной игры Импровизационный батл Там, где они все свои знания могут как раз проявить И так далее и тому подобное Собственно, все, чему ты их научил Все, на что мы их направили, да Собственно говоря, научить же актерскому мастерству невозможно Как говорится, возможно только научиться Поэтому наши тренера и педагоги, когда приезжают на мастер-классы Они лишь дают направление Скажем так, в качестве лайфхаков какие-то Что хорошо, а что делать еще можно лучше А дальше человек как бы сам развивается То есть не каждый может стать актером? Нет, нет, смотри Тут главное, во-первых, желание Ведь что такое, допустим, если мы говорим с точки зрения импровизации Импровизация, это скорее такая мышца, назовем это Мышца, которую прокачивать надо То есть твоя готовность всегда и везде включена сиюминутно Ну вот как, допустим, телеведущий Что-то пошло не так, он хоп, вопрос правильный задал Или там что-то еще, да, симпровизировал То есть это как бы твой личный багаж, практика и опыт Так же и здесь Мы можем лишь, допустим, есть у нас серия тренажеров Которые там, маски в инстаграме, да Там, допустим, назови там слова на букву И в течение 15 секунд ты как бы сколько их называешь И каждый раз, допустим, ты первый раз попробовал И потом через неделю виден прогресс, понимаешь? То есть это работает Ну то есть в этом смысле также мы даем какие-то упражнения Там нашим воспитанникам И, как ты говоришь, может ли артистом стать там не каждый Нет, каждый может Но только это труд Знаешь, еще есть такая история, что есть формула 3Т Труд, терпение и талант И именно в этом порядке Труд, терпение и талант То есть талант это уже как бы уже третично, даже не вторично Поэтому тут, если ты умеешь работать Понимаешь, к чему ты идешь Есть перед тобой цель Знаешь, когда вижу цель, иду к ней, не могу идти Как бы лежу в ее направлении, да? Вот, поэтому, собственно, труд может каждый Главное трудиться Ну вот о чем, собственно, я с твоей коллегой Анастасией Семеновой разговаривал Есть какое-то будущее у участников вот этого проекта? Да, несомненно, есть Конечно, смотри, на самом деле, вот что прежде всего получают наши участники, да? Ради чего как бы все это замешано? Вот, прежде всего, это вот серия мастер-классов образовательной истории Для того, чтобы они поняли, как нужно и можно развиваться, да? Дальше они как бы внутри коллектива своего начинают играть, да? То есть в практике постоянно находятся, вот А вообще, в принципе, в проекте есть несколько этапов То есть сначала был первый заочный этап конкурсный, да? Отбор, где они снимали видеовизитки, там конкурсные задания Из 58 коллективов Московской области и 37 городов Мы, собственно, отобрали 24 коллектива из 20 городов Вот, и Люберцы там были одни из первых, что, собственно говоря, приятно и радостно Вот, потом, дальше вот сейчас эта образовательная история пройдет И осенью у них уже начнутся конкурсная программа Которая сначала будет внутри города, вот Потом между городами, потом между регионами Вообще, как бы Московская область, ну, так скажем, условно разделена на 4 дивизиона Вот, и потом эти батлы будут по олимпийской системе По турнирной сетке между дивизионами Выявят, собственно, победители Да, выявят победители Так вот, и вот те самые, там, сначала одна восьмая финала, четверть финал Ну, как обычно, да, у нас полуфинал И вот те самые финалисты, вот, которые окажутся, там, на вершине, да, у них будет возможность в дальнейшем Потом представлять Московскую область уже, там, допустим, на центральном федеральном округе, например, да, там, между регионами и так далее Но, это тоже, как бы, не сама цель Тут задача наша, чтобы детей и нашу творческую, театральную, профессиональную молодежь, как бы дать им возможность пойти в будущее Ну, вот, условно говоря, у нас есть, там, 17-18-летние участники, да, которые послезавтра уже должны куда-то пойти в институт Как правило, чаще всего они хотят в театральный институт Логично Да, и наш проект, собственно говоря, может помочь им дать возможность познакомиться лично, допустим, с мастерами, там, наших театральных вузов, которых мы пригласим, например, на финал То есть, грубо говоря, прости, перебью тебя, вы помогаете своим ученикам поступать Ну, грубо говоря Да, да, а так, в принципе, мы даем возможность и поддерживаем наших учеников Также, опять же, есть же, допустим, государственные театры, а есть частные авторские театры, да, там, также в регионах их много, профессиональных театров, куда, допустим, в театральные студии сложно попасть А здесь мы пригласили, например, этих самых режиссеров, руководителей этих театров, пожалуйста, вот вам молодежь уже пристроена Ну, то есть, как бы, наша задача, как бы, дальше жить и дружить Ну, как бы, вообще, в принципе, основная цель, собственно, сформировать единое профессиональное творческое пространство Внутри которого мы будем друг друга, во-первых, обмениваться опытом, помогать, поддерживать, дружить с семьями, домами, регионами Это лишний повод просто заехать в Дзержинске и поиграть там у них, понимаете, они потом вернулись к нам Ну, как бы, вот такая история Ну, и в целом, на самом деле, радостно, что это же проект Министерства культуры Московской области Вот, и они, они нас активно поддерживают, содействия, всячески содействуют Вот, вообще, организаторы проекта это тоже подведомственная организация Министерства культуры Московской области Это автономное, автономное некоммерческое государственное учреждение Центра культурных инициатив и некоммерческая организация единое творческое пространство вот все это при поддержке московской министерства московской области прям не хочется так все хорошо рассказываешь вопросы есть полиночка как считаешь есть у вас шанс выиграть в этом проекте победить я думаю что да никогда шанс не может быть равен нулю я этого ответа есть конечно ну какой процент как ты сама считаешь ой в процентах сложно сказать лично мне оценить но все равно самое главное стараться и что тогда выйдет я буду надеяться и болеть за вас максим на сколько лет уже существует проект но проект театральный поединок это второй год да то есть в прошлом году мы охватили всего лишь четыре города скажем так попробовали до рискнули дерзнули 8 коллективов было а в этом году или михайловна харламова министр культуры московской области вот поддержала как расширение да то есть масштабировать географические вот мы сейчас взяли 24 города хорошо дальше уже сколько собираетесь а ну как минимум до два раза больше хорошо понятно небольшой блиц опрос если вы не против для вас приведу максим наверно давай с тобой надо импровизировать это да собственно посмотрим как ты в импровизации насколько хорош и так над какой целью работаешь сейчас создать создать автономную какую-то компанию как где молодежь на что театральная и на профессиональная могла бы как трамплин выскакивать выстреливать показываться проявлять себя ну такая история может быть сейчас сложно объяснил но наша задача я проработаю над тем чтобы была профессиональная организация которая могла бы стать трамплином для вот наших молодых творческих такое возможно вообще да мы ведем переговоры возможно удачи слушаешь голос сердце или голос разума слушай конечно же сердце потому что разум у меня слишком остается сердце как выглядит отпуск твоей мечты чтобы все работало ну смысле то есть то есть в отпуске собираешься поработать я даже могу здесь сидеть а все работает вот понимаешь как часы то есть и ты ничего не делаешь нас не то что тебе не надо там вот ты можешь телефон оказаться вот они зовут отпуск без телефона это все уже уже отпуск следует целиком и полностью а когда вообще последний раз был отпуск был он вообще да да был когда-то наверное добыл ухты 2020 я так понимаю все там вынужденная да да понятно чем больше всего гордишься в жизни своей командой без чего не можешь обойтись не дня телефона конечно в отпуск вам надо праздник проводить дома или где-нибудь дома 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 понятно успех это везение или работа над собой это везение при работе над собой твой ответ какой тоже может быть зеленый чай или кофе кофе но не говори никого вы не наш человек возникало ли желание начать все с чистого листа нет тоже столько уже проделаны не то есть следующий мой вопрос если не эта работа то что нибудь чем бы мог другим заниматься он вообще не канает да слушай ну как бы я все очень придумал ну то есть у нас как бы у нас в нашей некоммерческой организации уже как минимум четыре активных проекта вот поэтому и еще не хватает ресурсов времени на 5 6 поэтому нет я имею ввиду если бы ты не стал актером кем бы ты мог стойной ну и вот я бы чем придумал просто хорошо спасибо большое ребят ну и какие пожелания от вас нашим зрителям вашим зрителям вообще всем людям давай поле а ты сидишь молчу я думаю следовать своей мечте много работать это главное потому что много работать всегда поможет никогда не будет лишним вот да есть это максим да ну а я хочу поблагодарить люберцы где город регион в которой приезжает с удовольствием будет здесь действительно по домашнему по-семейному как-то приезжаешь и и люди добрые и и спросишь а где пройти типа каждому что туда направят все никак в некоторых регионах россии вот поэтому собственно говоря любви терпения счастья и наконец-то уже весной ну вроде уже солнышко солнышко да но вот скользковато скользковато и снежновато спасибо что пришли сегодня было очень приятно с вами пообщаться сегодня в гостях у нас был руководитель проекта актер театра и кино тренер по актерской импровизации просто веселый парень а максим дроченин и максим как ты представлял полин полин помнишь участница проекта театральный поединок воспитанница музыкальный музыкальный школы номер два полина запомнила спасибо большое вам ребята до свидания это была программа открытый диалог а 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 и а